Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковые залозы. Антраль. Украинцы очень быстро, качественно убивают российских младших командиров. То есть лейтенантов, старших лейтенантов, капитанов и где-то даже майоров, а также сержантов. То есть младший командирский состав в российской армии просто выбивается полностью. Из-за этого ничего там, собственно, не могут сделать россияне. Так, еще одна большая проблема российской армии, это то, что происходит в Херсонской области. Там, по последним данным, украинские десантники взяли еще один плацдарм на левом берегу. Таким образом, их там то ли два, то ли три. Сейчас я уже, честно говоря, немножко сбился со счета, потому что непонятно, они там остаются или уходят. И плацдарм этот еще один появился на фоне продолжающегося дичайшего скандала в 205-й российской бригаде. Там эту бригаду сейчас одновременно она пытается и оборонять левый берег от наступления украинской армии, и одновременно она же пытается полностью расформироваться, потому что начальство там вроде бы проворовалось и вообще некомпетентно, и начальству никто не доверяет. Туда приехали проверки, проверяющим жалуются личный состав, то есть обычные солдаты на то, что их никто не бережет, и там нет никакой артиллерии, никакой подготовки, вообще ничего. И то, что деньги у них отбирают, и в бой кидают без даже продовольствия. Ну, обычные вот эти все российские истории. И на фоне вот этого бедлама, который сейчас происходит в 205-й бригаде, насколько я понимаю, что украинские войска сейчас захватывают один за другим плацдарм на левом берегу. Это очень круто, будем надеяться, что это получит свое продолжение и развитие. Вообще говоря, знаете, я смотрю на то, что сейчас происходит в Херсонской области, и мне кажется, там вот обычные солдаты ругают своего командира по кличке Скиф, что типа он там вот не дает им нормально служить, не предоставляет ему артиллерийскую поддержку и так далее. Я думаю, что он и не может предоставить артиллерийскую поддержку, потому что нехватка артиллерийской поддержки, вообще артиллерии в российской армии стала абсолютно повсеместной и крайне острой проблемой. Кроме Работина, где, как российское командование считает, Украина планирует свой главный прорыв в направлении украинского главного удара, ну, по крайней мере, российское командование так считает, там есть артиллерия. А вот на остальных участках с артиллерией просто шляпа, вот что Ходоковский жалуется, что нечем отвечать, что вот здесь, в Херсонской области, да, говорят, иногда там какая-то пушка начнет стрелять, но ее украинцы моментально обнаруживают и уничтожают. Все, нет артиллерии. Поэтому сколько там, конечно, могут жаловаться, могут писать письма, могут записывать какие-то истошные ролики с криками и воплями, это не поможет, если пушек нет, если артиллерии нет, то их взять-то и негде будет. Фундаментально эту проблему решить нельзя, потому что российская артиллерия, как я сказал, менее дальнобойная, она еще и менее точная, чем артиллерия натовская. И украинцы сейчас, кстати, показывают ролики, каждый день 3-4 артиллерийские установки российские уничтожаются. Прямо на видео это видно. То есть там то какие-нибудь гаубицы, мста, то гиацинты какие-нибудь, то акации, то что-нибудь еще. Бам-бам-бам, тупионы. Каждый день по 3-4, а может только на видео есть, а я думаю, что без видео там еще и больше, наверное, по десятку уничтожают. Таким образом, представляете, 3-4 гаубицы в день даже не бру 10. Просто 3-4 это столько же примерно вся российская промышленность изготавливает за месяц. То есть в 30 раз быстрее идет сокращение российской артиллерии, чем ее восполнение. Таким образом, Россия, ну если все будет продолжаться в том же духе, то российская армия довольно скоро останется вообще без пушек. Это будет в артиллерийской войне, кой она является. Остаться без пушек означает проиграть эту войну. Собственно, на этом фоне, я думаю, что вполне возможно будет сопутствовать успех украинским войскам наступающим. И в районе там вот урожайного Новодонецкого, и в районе Работин. В районе Работин сложнее, потому что туда согнали вообще все, что есть боеспособного в российской армии. Но и в Херсонской области, я думаю, там тоже все сейчас выглядит достаточно оптимистично. Не так, конечно, не розовые там кущи и прыгающие по ним пони, нет. Но, в общем, не так все плохо, как могло бы быть. Потому что считалось, что Днепр форсировать невозможно. Это же самая широкая река, в самом нижнем течении. Ну как ее перейти? Нет, нереально. А тот раз уже на левом берегу три плацдарма. Ну и российские начальники военные, а также военкоры, так называемые фашисты вот эти. У них начинается, конечно, легкая паника на фоне всего происходящего. Например, произошел буквально вчера-позавчера конфликт между всем известным Владимиром Соловьевым, который такой убер-пропагандист. А также, вот с одной стороны, а с другой стороны был Лев Вершинин. Это такой россиянин, живущий в Испании, по-моему. Я, кстати, не уверен, россиянин ли он. Но он живет в Испании. И, может быть, у него какое-то другое гражданство есть. Но он такой супер-мега-фашист. И он друг Владимира Грубника. Это бывший украинский гражданин, который переметнулся на сторону России. И занимался диверсиями, взрывами в Одессе. Он сам из Одессы. И он там, собственно, Одессу пытался уничтожить и захватить. Так вот, его обменяли на уж не помню кого. И сейчас он в России. И там он в России собирает деньги. Говорит, что в России не умеет воевать. Что надо и воевать по-другому. И Соловьев... А, и он, значит, этот Грубник наехал на Соловьева. Сказал, что Соловьев нифига в войне не понимает. Вообще говорил, что не нужно захватывать Крым. И так далее, и так далее. Соловьев обиделся на Грубника. И наехал на этого самого бывшего украинца. Назвал его криптохохлом. Извиняюсь за выражение. Он сказал, что Грубник работает на СБУ. И бандеривается, и всякое такое. Тут уже вышел Вершинин. И сказал, что... А Вершинина они типа все как бы уважают. И сказал, что Соловьев псих, сволочь. И его давно пора лечить. И отбирать у него телетрибуну. И так далее. Соловьев, видимо, не знал, кто такой Грубник. Потому что... Ну, он прям так говорит. Я не знаю никаких Грубников, кто это такой. Это такой вообще криптохохол какой-то говорит. И сейчас, я так понимаю, ситуация складывается таким образом, что среди самых вот этих яростных, самых заряженных, самых таких психованных фашистских Z-военкоров началась просто гражданская война. Одни за Соловьева, другие за Грубника с Вершининым. И вот они друг друга вот так вот начинают жрать. Я думаю, что кого-то посадят обязательно в результате этой гражданской войны. Потому что сейчас, кстати, появился приказ, уже гуляет по телеграмму российскому, арестовать еще троих военкоров, вот этих Z-фашистских военкоров, Романова, Живого и Сопанькова. Три таких военкора есть. Они как раз раскручивали скандал с этой самой 205-й бригадой. И сейчас гуляет по сети приказ, выписанный военной полицией в Херсонской области, о том, что нужно, короче, этих троих арестовать и что-то с ними нехорошее сделать. И тут, знаете, интересно, Романов, Живого и Сопаньков пишут, что какого черта, какого лешего, это же 37-й год, как так можно? Почему на нас объявлена охота? И это при том, что вот эта вся публика, она просто кричала, орала и вопила, что дайте нам Сталина, мы хотим массовые расстрелы, мы хотим заградотряды, мы хотим там уничтожение по решению трибунала, нам нужен СМЕРШ, нам нужно то-се. Вот сейчас у них это появлет, но только их самих хотят арестовать и куда-то в Зиндан посадить. И тут они такие, какого черта, 37-й год, мы этого не хотели. Они думали, что им дадут наган, да, и эту кожаную тужурку, кепочку и красный бан сюда, а дали никому-то другому, а их теперь уже как вшивую интеллигенцию собираются расстреливать там где-то в какой-то яме. Им это почему-то не нравится, смотри-ка, вот что-то у них там сломалось, почему-то им их это не устраивает. Ну и на этом фоне нельзя не вспомнить, есть такой российский канал Moscow Calling. Там много всякой информации, в том числе, кстати, была интересная информация, разная. И администратор этого канала, зовут его Андрей Куршин, он в свое время был боевиком ДНР или ЛНР, ну где-то он там в 14-м, 15-м году, он там где-то воевал на стороне тогда еще сепаратистов и российской армии. И вот этот Куршин потом завелся в телеграм-канал, стал там писать, и он опять же, как и все эти телеграмщики, очень любил так типа правду матку, там сказать, что Шойгу там ничего не понимают, что вот эти там тоже что-то делают неправильно, туда-сюда. Арестовали его, несмотря на былые заслуги, несмотря на то, что он сам лично участвовал в боевых действиях. Сейчас вроде бы за это никого не арестовывают в России, но вот этого телеграмщика арестовали, и сейчас ему светит 10 лет тюрьмы. То есть, видите, внутри российском фашистском этом Z-сообществе уже началась прям такая мощная войнуха, то есть они там сажают, расстреливают и так далее. Еще, ну и конечно, тут опять же надо вспомнить Гиркина. Гиркин объявил, всем известный военный преступник-террорист, который сейчас сидит в тюрьме тоже, но не по обвинению в том, что он реально совершал, а по каким-то... Из-за того, что на самом деле его, конечно, посадили из-за того, что он наехал на Алину Кабаеву, крипто-жену Владимира Путина, и он сказал, что Алина Кабаева там что-то дура, ничего не соображает, бездарная и так далее. И до этого Гиркину все, он как бы сходил из рук, он там и Путина самого ругал, и Шойгу ругал, и кого только не. Но Кабаеву, как выяснилось, в России ругать нельзя, и вот Гиркина прихватили, посадили в тюрягу. Скучно ему там в тюряге. И он объявил, вчера еще объявил, в последний день лета, что собирается идти в президента Российской Федерации, создавать, собирается инициативные группы и так далее. И у него такая интересная предвыборная кампания. Он говорит, вот Путин молодой, здоровый, пришел к власти, и поэтому он так долго сидит в власти, я, говорит, больной и старый. Поэтому если я приду к власти, то надолго не задержусь. Путин, говорит, верит всяким западным партнерам. А я не буду никому верить, поэтому я буду, типа, хорошим президентом. Путин, с его точки зрения, добрый и мягкий. Говорит, а я злой и вообще плохой. То есть предвыборная кампания Гиркина звучит так. Я злой, старый, больной и плохой. Голосуйте за меня. Довольно странный посыл маркетинговый, но кто его знает. На самом деле, я думаю, сейчас, если бы в России были реальные выборы, свободные, то у Путина победила бы, не знаю, говорящая попугая победила бы Путина. Или даже какая-нибудь табуретка, не говорящая, победила бы Путина. Потому что уже настолько он там достал всех и заколебал всех, что, конечно, уже никто за него голосовать. Ну, нет, есть у него, конечно, группа поддержки какая-то небольшая. Ну, в общем, это уже давно было, на самом деле. Давно за него не хотели голосовать. Но там сейчас объявили, что в следующем году уже будут так называемые выборы в России, в которых, собственно, собрался участвовать Гиркин. И на этих выборах Путину сказали, что уже, как бы, есть официальная информация, что ему собираются нарисовать 80% голосов. Могут ли они это сделать? Могут, конечно, потому что сейчас голосование в России еще переведено в электронный режим. И с помощью этого электронного режима можно нарисовать вообще любой результат абсолютно. И никто ничего не скажет и не проверит. Поэтому да. Ну, а Гиркина, естественно, абсолютно точно, никто до выборов не допустит. Это абсолютно исключено, потому что сюрпризов никому в российской власти не надо. И более того, там сейчас даже сказали, что максимально непопулярных и старых кандидатов пустят в спарринг-партнеры к Путину. То есть каких, может, пожилых педофилов наберут где-нибудь по тюрьмам и скажут, вот, это кандидаты в президенты России. Вот, наверное, только как-то так. В общем, очень интересная ситуация сейчас складывается в России в том смысле, что началось сильнейшее давление и уголовное, и административное, и всякое другое уже против тех самых людей, которые поддерживали всю жизнь войну. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковин. Добре будет с вами силы. Пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут. Продолжение следует...